Всем привет! Меня зовут Косичко Анна, и в этом видео мы узнаем, как можно реализовать переключение темного светлого режима в приложении при помощи UI Switch программно. Давайте посмотрим на конечный результат, который должен у нас получиться. Это простое приложение с одним экраном Stable View, и здесь в Navigation Bar мы видим вот такой кастомный UI Switch, при изменении положения которого у нас изменяется цветовая палитра нашего приложения, и также изменяется текст в лейбле рядом со свечом. Он содержит в себе название того режима, к которому мы должны перейти при изменении положения свеча. Помимо этого, обратите внимание на то, что меняется цвет фона ячеек в таблице, и также цвет разделительной линии. Итак, давайте приступим. Первое, что стоит сказать, что поскольку мы реализуем этот проект без Storyboard, то я его уже удалила из проекта, и внесла необходимые коррективы в настройки проекта, удалила отсюда ссылку на Storyboard, также в InfoPlist файл удалила ссылку на Storyboard и внесла изменение в файл SceneDelegate. Здесь не забываем указать переход к экрану StableView через NavigationController. Основной экран называется у нас ListViewController, и здесь я уже выполнила некоторую подготовительную работу, а именно создала идентификатор ячейки и зарегистрировала ее во ViewDedLoad. Помимо этого, я установила промежуток между левой границей экрана и разделительными линиями таблицы на 0. Я имею в виду, давайте посмотрим в конечном проекте, вот здесь у нас промежутка нет, то есть линия идет вплоть до левой границы экрана. Также я установила цвет разделительной линии сепаратора на темно-серый. Помимо этого, я настроила NavigationBar в отдельной функции, которую мы вызываем во ViewDedLoad. И здесь я указала текст для заголовка, также тип для заголовка Large. Помимо этого, настроила внешний вид через экземпляр класса NavigationBarAppearance. Здесь мы настраиваем цвет для тайтла, цвет для фона и также передаем настройки внешнего вида в соответствующие параметры NavigationBar. В расширении класса я настроила саму таблицу, а именно установила количество строк и настроила отображение ячеек. Здесь ничего такого особенного нет. Теперь давайте перейдем к созданию непосредственно кастомного свитча для переключения режима в нашем приложении. Это будет приватное Lazy свойство Custom Switch типа UI Switch. И здесь же произведем его настройку. Это именно ленивое свойство, так как его инициализация будет происходить после инициализации View. Настроим параметры. Для этого создадим сначала экземпляр класса UI Switch. И здесь же его вернем, чтобы у нас не возникало ошибок. Итак, что мы укажем в настройках? Давайте сначала установим положение свитча на включенное. Обращаемся к свойству Изон и выставляем его на True. Затем нам необходимо указать цвет внутренней части во включенном положении. Давайте, вот это будет белый цвет. UI Switch. On Tint Color. Устанавливаем белый. И также цвет для заднего фона в выключенном положении UI Switch. Это у нас будет Background Color. Установим его на Dark Gray. Также мы можем задать Corner Radius. Установим его на 16. И цвет самого переключателя в серединке свитча. Это свойство Tint Color. Мне хочется сделать его желтым. Теперь нам необходимо добавить действие, которое будет совершаться при переключении свитча. Это делается через метод AddTarget. И здесь мы в Action должны передать Objective-C функцию, которую мы создадим чуть позже. И для положения ValueChange, то есть когда изменяется значение нашего свитча, будет вызываться эта функция. Давайте создадим функцию, но не полностью, а только создадим ее название, чтобы у нас не возникало ошибок. Итак, это Objective-C Private Func, назовем ее Change Screen Mode, с сендером типа UI Switch. И оставим ее пока что пустой. Вернемся к ней чуть позже. Передадим название этой функции в селектор метода AddTarget свитча. Change Screen Mode. Все, ошибок возникать не должно. Отлично. В конечном проекте у нас рядом со свитчом был также лейбл, с названием режима, в который мы попадем после переключения свитча. Создадим для лейбла также приватное ленивое свойство. PrivateLazy var. Назовем его DarkModeLabel. Типа UI Label. И здесь же мы создадим экземпляр класса лейбл. LetLabelUilabel. Сразу вернем его, чтобы не возникало ошибок. И теперь какие настройки мы произведем у лейбла. Установим текст на DarkMode, так как изначально мы оказываемся в светлом режиме, а текст в лейбле обозначает тот режим, в который мы попадем после взаимодействия со свитчом. Далее нам необходимо установить цвет текста, белый, размер шрифта, font, UI font, system font of size. Я выбрала размер 16. И также нам нужно установить ширину нашего лейбла, чтобы в него помещался как текст DarkMode, так и текст LightMode. И я высчитала опытным путем, что нам подойдет размер 100. И не забываем активировать этот constraint. True. Все. Теперь нам необходимо перейти в настройки NavigationBara и добавить в него созданные свитч и лейбл. Давайте сначала создадим соответствующие бар-баттн-айтемы. Итак, это у нас будет NavBarSwitch с типом UIBarButtonItem. И здесь через CustomView добавляем созданный нами CustomSwitch. и также для лейбла NavBarLabel и добавляем сюда UIBarButtonItem через CustomView созданный лейбл DarkModeLabel. Хорошо, теперь через NavigationItem нашего NavigationBara, через LeftBarButtonItems добавляем сюда массив с нашими элементами. Сначала в массиве указываем свитч, а затем лейбл. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Итак, можем запустить проект. И мы видим, что у нас свитч работает, но пока что сами цвета в приложении никак не меняются. Чтобы понажать на свитч, происходила смена цветовой палитры в приложении. Нам необходимо указать, какие цвета будут при включенном свитче, а какие когда он выключен. Для этого мы переходим в Objective-C функцию, которая срабатывает по взаимодействию со свитчом. И здесь при помощи простого вветвления напишем, что когда свитч включен, и в Sender is on, то текст в нашем лейбле равен DarkMode. Цвет View у нас белый. Цвет сепаратора у TableView темно-серый. И также нам необходимо перезагрузить таблицу, чтобы обновить данные. И теперь в ветке Else установим цвет цвета на тот случай, когда у нас свитч выключен. И здесь нам необходимо установить цвет фона ViewBackgroundColor на темно-серый. Помимо этого цвет сепаратора белый. То есть мы устанавливаем цвета наоборот. Обращаемся к нашему лейблу и в текст передаем строку LightMode. И точно так же вызываем метод ReloadData у TableView. И последнее, что я хотела бы сделать, это в настройках ячейки. Переходим в настройки ячейки. Будем задавать цвет фона ячейки соответствующий цвету всего TableView. Для этого у ячейки обращаемся к свойству BackgroundColor. И устанавливаем его равным BackgroundColor TableView. Все, теперь можем посмотреть, что у нас получилось. Итак, теперь по взаимодействию со свитчом цветовая палитра в приложении меняется. Она становится вместо светлой темной и наоборот, а также меняется текст в лейбле. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok